Самый массовый и обязательный. Сегодня муромские 11-классники сдавали единый государственный экзамен по русскому языку. На выполнении заданий 3,5 часа. Система контроля самая жесткая. Елена Петрова с подробностями. 210 минут на выполнение заданий и раскрытие темы сочинения еще не истекли. А те, кто успешно справились с единым государственным экзаменом, благополучно покинули классы. Мам, все хорошо, все отлично. Да, было несложно. Все нормально, написала. Думаю, да, на 90 на 100 точно, где-то так. Первая часть – это 26 вопросов по теории и практике, а вторая – сочинение. ЕГЭ по русскому языку в этом году изменился. Структура сочинения, добавилось новое задание, а также критерии его оценки. 11-классники были готовы ко всему. Готовились к более трудному. Все прошло хорошо. Баллы по-русскому для меня очень важны. Я собираюсь поступать в Нижний Новгород на туризм. Собираюсь поступать в военно-медицинскую академию в Питер. И как-то символично получилось, но проблема в сочинении мне попалась роль женщины в армии. Перед экзаменом всегда страшно, тем более у аудитории, когда сидишь, ждешь самого экзамена. А так, когда выдают в ЖКИМ, становится более-менее спокойно. И начинаешь уже писать. Механизм проведения ЕГЭ с каждым годом совершенствуется. Неизменным остается жесткий контроль. Вход в ППЭ осуществляется через металлоискатели. Также напоминаю, что нельзя при себе иметь средства связи, фото, любые справочные материалы и любые письменные записи. Каждый выпускник имеет право подать два вида апелляции. Это апелляция о нарушении порядка проведения ЕГЭ. Он подает эту апелляцию до выхода из пункта проведения экзамена. И второй вид апелляции о несогласии с выставленными баллами. Набрать надо не менее 24 баллов. Результаты ЕГЭ по русскому языку нужны для поступления в любой ВУЗ. Елена Петрова, Илья Облетов. Новости. Муром.